Адхамхон В регионе произошло и еще одно нападение на силовиков. Мигрант пытался зарезать ОМОНовца. Инцидент произошел в Волжском районе во время спецоперации. Бойцы Росгвардии и полицейские нагрянули в тепличное хозяйство, где обнаружили 60 иностранных граждан, 29 из которых впоследствии доставили в управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства. Во время проверки один из иностранцев попытался оказать сопротивление бойцам ОМОН и набросился на сотрудника Росгвардии с ножом. Стражи правопорядка сразу же обезвредили правонарушителей, никто из них не пострадал. Роскомнадзор лишил лицензии 11 самарских СМИ. Это было сделано на основании судебных решений о признании их свидетельств о регистрации недействительными. Среди лишенных лицензий печатные издания, такие как «Самарское время», «Отдохнем в», «Святые места Самарской области», «Теленеделя коллекция Самара», «Панорама недели», «ТВ-эксперт», «Время-инфо» и другие. Кроме того, по решению учредителей из реестра действующих зарегистрированных СМИ были исключены газеты, застроительные кадры и по скриптум «Тольятти». Последний месяц лета будет радовать самарцев теплом. В начале августа температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на половину градуса. Таковы прогнозы метеорологов. Сегодня ожидается переменная облачность, местами в Самарской области возможны небольшой дождь и гроза. Завтра столбик термометра поднимется до отметки 31 градус. В воскресенье погода не изменится. Рыбак из Новокуйбышевска выловил в Каме двухметрового сама. Счастливый горожанин отметил, что вес рыбы составляет около 47 килограмм. Хозяин улова выразил надежду, что это далеко не последняя огромная рыба, которую ему удалось выловить. А комментаторы ужаснулись, назвав двухметрового сама настоящим мутантом.